меня уже видно да тебе всем привет 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 люба обещал я думаю что сейчас самое время подойти вот к этой конкретики и ты нам просто расскажешь на что приходилось выполнять какие задания и что ты делал да вообще ребята я для вас подготовил полностью то есть как я выполнил задание на экзамене то есть у вас уникальная возможность посмотреть как это выполняется еще состоит хорошо первый этап он длится один день и семь часов с часа на перерыв то есть он разделен на две части первая часть это два задания это так это будет нас я начну говорить как я тоже делал с перспективы то есть перспектива потом движение персонажа перерыв час и потом у нас идет storyboard и персонажа то есть мы делаем персонажа для storyboard а в том году было задание сделать сделать вот такой ну дали нам вот такой декор то есть фон нужно было сделать рисунок этого этого зала столько сверху то есть с другой стороны с другого угла ну как бы задание на логику на перспективу как как вы понимаете ее сейчас я вам покажу как я делал то есть это было вот это был мой скажем черновой вариант то есть видите то есть это допустим мой мой лист а4 и я к нему еще чтобы построить правильно все рис ну то есть прикреплял еще сверху вот один чтобы можно было построить как уходят эти линии до сюда скажи ты пользовался линейкой да 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 ну то есть я знаю что не все пользовались ей но мне посоветовали и она мне очень помогла потому что ускорила работу и я не вырисовывал то есть не сразу делать ровное посадил ровное линии можно брать свои материалы нельзя на экзамене использовать никакие mp3 никакие там телефоны все выключается просто вот вы то что с тобой принесли можно брать словарик французский или английский то есть это все все можно ну вот короче задание то есть это где это было мой это был мой черновик и потом я прорисовывал его то есть получилось вот такое вода и еще сделал просто ну то есть это конечно же я сделал на компьютере просто я показываю примерно как это выглядело и потом я сделал тон видите да еще начиналось это это то есть картина которая мне дали да это вот это вот снизу то есть то же самое здание тот же самый зал библиотека вот нужно было просто сделать сверху скажи а откуда ты сам узнавал ты был готов немножко к типам заданий ты да да вообще ребята задания все на сайте все на сайте есть и по поводу цены и по поводу возраста по поводу по поводу того что было в том году и там даже может поздно том году я это все нашел то есть готовился я знал чтобы перспектива я искал картинки похожие то есть ну похоже просто какие-то комнаты или что-то такое где были какие-то углы снизу сверху я просто экспериментировал делал то есть строила учился и да я был готов то есть я знал что мне ждет просто пришел и сделал у нас было три часа на перспективу и на движение персонажа я поделил на полтора часа то есть я это сделал ну то есть спокойно за полтора часа даже отложил потом проверил вот думаю дальше пошли да 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 давай давай потом движение персонажа это был фон какому должен был двигаться персонаж было задание сделать медведя вот этого нам дали модельный лист чтобы мы понимали его объемы его его анатомию и нужно было сделать задание походку то есть от здания к дереву либо от дерева к зданию то есть это нужно было сделать несколько рисунков да 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 я сделал по моему 19 количество не оговаривалось нет не ограничено раздела ключевые позы какие-то да сейчас я покажу вообще задание не на какую там ну то есть анимация элементы анимации не присутствуют но это не важно важно показать хорошо позы какие-то понимания вообще анимации то есть подготовки арки загрузится в общем да это тоже все очень черновой я старался сделать ну не вырисовывал а хотел сделать побыстрее как вот я делал на экзамене вот именно что какие-то подготовки арки то есть понимание самого персонажа само движение не вот я помню знаю слышал да от моей знакомой которая тоже сдавала что там кто-то там вырисовал прям шерсть так вот на каждую эту ворсинку да ну зачем это же не иллюстрация вот вот смотрите у меня девятнадцать семнадцать кадров ну то есть рисунок должен быть лаконичный но он должен отображать хорошо выразительно то что ты хочешь сказать позу позу в общем сейчас я покажу смотри то есть я пройдусь по всем кадрам да то есть я начинал от от дерева и шел к домик и я подумал на эта походка будет не интересно просто идти к этому домику а я сделаю как полезет на камень и он лез видите я старался передать вес на что его это вот попа тяжелая залазит на этот камень то есть потом не знаю почему но я захотел сделать что он прыгает по лягушачьи так они не прыгают но прыгнул вот и потом уже шел к этому домику и пришел всего у меня было 17 кадров я как готовился то есть я делал заранее то есть я анимации мало занимался именно в традиционной мало рисовал и чтобы вот подготовиться я за месяц договорился стане болотного и чтобы она мне подтянула то есть занимался с ней частно делал задание то есть искал какие-то фаны в интернете потом потом искал персонажей или просто находил их модель шиты то есть модельные листы но и делал делал в общем много делал и вот к чему я пришел то есть почему я хотел сделать то что он прыгает с камня потому что я делал дома то есть я делал то что залазит на камень я делал то что он прыгает по такой арки даст ну там не был другой персонаж просто я это уже отработал дома и я это сделал на экзамене вот тоже было довольно как бы довольно спокойно то есть я был готов и это сделал и проверил и успокоен вот эдвард а ты можешь для тех ребят для тех кто нас слушает которые не завтра вот прямо собираются может быть поступать в габла которые только начинают этот путь немножечко более подробно может быть показать как ты рисовал медведя вот есть даже такие вопросы начиная с элементарных форм интересуются вот ребята как строить свой рисунок что-нибудь как я его рисовал до этого медведя можно именно медведя ну смотрите да сейчас покажу вам модельный лист так это не то модельный лист здесь же все очень упрощено да то есть тут же сейчас покажу его вниз на другой экран думать это не я рисовал да хотите проверить ну что да 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 если возникнут вопросы по поводу программы то есть заранее говорю это те это tv paint это программа в которая делается в основном вся анимация в габло французская наверное самая толковая для рисования традиционной анимации подожди а ты чем пользовался именно при поступлении а да то есть я знаю ну там дают листы да там есть а4 листики но я взял с собой я взял свой кальки я взял с собой штифты это крепежи для анимации да у меня были пробитые листы ну просто мне было так удобнее я знал что как я буду делать примерно я взял с собой вот ну листы штифты и сделал все все толково то есть то есть понимаете я знал что будет за меня вот в чем в чем смысл знать и готовиться к этому я исключал все возможности не поступления я готовился по перспективе брал линейку сразу сделать это все быстрее просчитывал сколько мне выходит по времени дома когда я занимался потом тоже с анимацией то есть старался уменьшать свой риск по минимуму эдвард но в любом случае абитуриент рисует на бумаге да 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 там нету то есть ноутбука компьютеров все на бумаге все сдается вот поэтому думайте как поступить с первого раза да то есть думайте как вообще поступить то есть относитесь к нему как к соревнованию скажем так у вас там все задания это вашего этажа это ваш враг вы должны его победить грубо говоря как это сделать с таким подходом будет ну легче намного чем идти и пробовать знаете на удачу может покатить в этом году нет нужно поступать и только думать как ладненько так модель лист да покажи нам как рисовать просто да как эти формы до рисовал да может быть в габла не поступим но нам медведь потом пригодится ой да он и сам его рисовать не умею просто смотрю на листики и перерисовываю ну в общем смотрите просто формы да то есть это вот его зад да какие-то основные то есть я все смотрю на мы не начинаешь с примитивов у тебя сразу уже готов в воображении набросок ну там формы его на я стараюсь понять форму как он как как он устроится да то есть я не знаю стране строение медведей я его вот не не рисовал когда я поступал вот с этих тоже очень повезло я рисовал много медведей по что они мне нравятся а уже не рисовал уже сколько уже года почти но тогда я был как-то готов то есть мне прямо не так пошло при мне так нравилось что этом рисую вот ну то есть на это там не нужно вырисовывать там просто нужны формы то есть какие-то объемы позы силы то есть линии силы да то есть чтобы они были чтобы не были считабельны линии силы это вот как ту смотрите это где он прыгает да вот здесь этого да то есть это по которым по которым просто как бы основная линия что-то у меня вот да то есть вот это вот да по которым строится поза то вот такая наверное здесь вот тут это вот смотрите на такая явная прям что line of action это она ну да 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 именно так в общем вот смотрите вот это мишка стоит такой да видите я не вырисовываю ничего то есть просто нарисовал что понятно было что-то меньше что он стоит сзади да и где вы знаете какие-то вот это вот его рука да можно даже его живот куза это брюхо ему да и все то есть так вот и погнали дальше просто понимание вот допустим здесь у меня идет подготовка да так что понимание веса на какой-то вот вес что это по поведет вниз его да потому что она тяжелая и он так просто подтягиваясь туда вот форма ну не симметричная что тут одна нога она нога пониже он поднялся потом присел до перед крышком то есть подготовка то хоба прыжок да еще по арке он полетел арка должна быть полная чтобы знаешь начало середина и конец да чтобы она не не летела по прямой а вот таким такой дугой вот то есть это это тоже важно это все тоже не сразу к этому пришел но мне хватило месяц то есть я готов столько месяц именно к этому заданию то есть я наверное не хотел бы делать это дольше потому что я усвоил все и это было таким свежим то есть да то есть я был как вот говорится что студент сильнее всего в день экзамена потом он уже как бы все отдыхает у него уже все все прошло и потом он опять все забывает вот день экзамена ты наверное самый подготовленный из всех дней у меня было то же самое то есть я все свел к этому к одному дню то есть эти все задания так посчитал сколько мне это примерно нужно для подготовки да и был готов кстати кстати какие есть еще приемы для концентрации маны для того чтобы собрать свою ки или ци и для того чтобы светлая сторона в общем в тебе забурлила вообще вообще нужно быть позитивным по жизни да то есть радоваться всему ну то есть я когда первый приехал на первый экзамен то есть для меня вообще париж был это диким каким-то местом то есть у меня было у меня было смешанное чувство и вообще первый раз первый когда я был в париже мне не понравилось таким блоки то сумбуром каким-то таким чем-то странным я его не понял в общем город и все было таким на таком напряжении я был на таком адреналине все эти там сколько там был три дня только ну день экзамена я просто приехал день заранее день позже вот я не знаю то есть я наверно просто успокаивал себя что все хорошо что я сделал все что куда это степи важно сделать все что было возможно да то есть я чувствовал что я сделал все что мог я не мог не больше не меньше подготовиться здесь сделал ты насколько смог и я узнаете то есть проблема конечно финансовая была дать то есть родители время меня поджимали я просто говорил что если я сдам если я готов то то так и должно быть если нет то нет. То есть я сделал все, что мог, если не получится, то в следующем году получится. Ну и получилось. То есть это меня успокаивало, что все уже как бы сделано, все нельзя изменить, и просто сделай, что ты сможешь. Вот. Ну вообще, то есть есть какие-то, наверное, какие-то, может быть, успокаивающие, что еще, я не знаю. Музыка. Нет проверки на всякие препараты. Музыка, ну, конечно, ну кому что, то есть кто чем, допустим. Я книжки, допустим, какие-то читал по мотивации, чтобы чувствовать именно вот эту силу. Можешь порекомендовать какую-нибудь литературу? Ну я не знаю. То есть вот мне очень мотивирует книжка, называется «Будь лучшей версией себя». Я не помню, как ее, не знаю, посмотреть. У меня сейчас в телефоне есть она. Посмотреть, кто автор? Посмотри, посмотри. Ну просто она меня очень мотивировала. Я даже когда... Слушай, а задание с «Медведем» оно единственное было? На анимацию? Вообще на экзамене? Не, ну я же говорю, перспектива раньше еще была. То есть вот говорю, экзамен семь часов состоит из четырех заданий, скажем. Перспектива, движение персонажа, этого «Медведя», потом перерыв, перерыв, а потом персонажный дизайн и сторибор. Четыре задания? Ты нам все четыре покажешь? Конечно, я вам все покажу. Ну просто мы сейчас как бы такую это сделали. Да, ну давай сейчас книжку. Да, сейчас подождите. Как его? Оставим пока нашего «Медведя» отдыхать перед камнем? Да. Пускай он постоит, погуляет. Короче, «Будь лучшей версией себя». Там какой-то Дэн, Дэн Вальдшмихт какой-то. Ну в общем, если вы забьете, книга «Будь лучшая версия себя», она офигенна. То есть там такой сгусток мотивации прямо, то есть сделай, да. То есть я такой человек, что меня вот это мотивирует. Я знаю, что не всех это мотивирует, что кому-то это то есть вообще не нравится. Но вот я лично такой человек, что мне нужен какой-то такой пафос, что я даже, знаешь, так просто как на этот взять и покорить все это. Вот. Ну что, тогда еще что-то рисовать? То есть положить этого медведя или как? Просто я говорю, что вот это все очень просто делается. Могу приседать уже к стойборду. Ну, просто видите, тут нет каких-то форм каких-то особенных, каких-то еще. Просто говорю, вот модель. Ну давай, наверное, следующее задание. Все простенько. Да, еще, наверное, последний совет. Перед тем, ну, перед, допустим, чтобы рисовать кого-то, да, по модельному листу, можно просто наложить сверху чистый листик и просто поперерисовывать сверху. Просто пообрисовывать эти модели, чтобы понять, чтобы рука поняла, как рисуется это все. Это, наверное, единственный совет, который можно... Ну и линии силы, да, линии силы. Да, окей. Да, погнали. Погнали задание номер 2. Потом, наверное, эти все мои материалы где-то выложу. Можно будет посмотреть, поанализировать. То есть это так выглядело у меня в Гобла тогда. То есть я сделал максимально похоже, например, старался сделать, как я делал на экзамене. То есть вы видите, что уровень не космический, просто нужно было подготовиться. И да, вот я сейчас буду делать курсы по подготовке Гобла. И там я покажу полностью, как я готовился. То есть что я делал. Да, то есть как-то, допустим, как я делал движение персонажей для других персонажей у себя дома. Как я делал перспективу. Оно выглядело хуже, чем это. Но в любом случае это был путь. Это был мой путь, как бы, обучение. Окей. Теперь пошли к заданию, то есть последнему. То есть это два в одном, скажем так. Текст был, он, кстати, сейчас опубликован, про кота в сапогах. То есть я сейчас вкратце расскажу, что приходит кот в сапогах к великану, там был Огр, да, и говорит ему, может показать, наверное, персонажей. Это был мой кот в сапогах, тоже приблизительно, потому что я помню, как он выглядит, но возможно я что-то там уже своего добавил, уже нового. Черт, по-моему, это кошка. Может быть. Но я не хотел, знаешь, это указывать, там, знаешь. Вот. Потом это был Огр мой, тоже примерно. То есть я помню, что он был такой, какой-то похож на этого, на Казимон. Скажи, ты на этом Огре отыгрался перед каким-нибудь своим врагом, ты добавлял ему сходство с каким-нибудь там мешающим соседом? Нет, то есть на самом деле не какие-то там соседи, ничего. Ну, в смысле, на экзамене, в смысле, ты имеешь в виду, или что? Или вообще по жизни? Вообще нет, вообще по жизни. Но на экзамене, я думаю, я надеюсь, что эти часы ты не успел там всерьез поссориться с кем-то из абитуриентов. Нет, нет, никого там не хотел отравить. Может быть, там есть какие-нибудь нечестные методы конкуренции, может, тебя кто-то толкал в локоть, когда ты начинал рисовать самое ответственное. На самом деле, все здорово, потому что у нас у всех по одному, то есть у всех был такой столик одноместный, такой квадратный, да, и нас было 600 человек, то есть это просто космическое ощущение, когда ты сидишь в огромном зале, и вокруг тебя, ну, несколько сотен человек сидит за такими же столиками и так вот пашет, да, то есть как эта фабрика, это какие-то типа китайцев, да, такая подземная. Такая дружная, объединяющая атмосфера всеобщего ужаса. Да, все силы, конечно, на стрессе, да. Кстати, возле меня сидел парень, который поступил, то есть я запомнил его, и теперь мы с ним учимся. Слушай, там наверняка благоприятная зона, нужно как-нибудь отметить. Да, да, позитивом, просто всех вокруг себя, да. На самом деле нет, то есть никого я не отыгрывался, просто какие-то такие ассоциации, я делал уже похожий фильм с похожим персонажем, то есть тоже какой-то глаз один большой, какие-то там зубы какие-то, знаешь, мозг скрюченное, поэтому вот его использовал. Хотел сделать, чтобы он был королевским, потому что вот он, Огар, был очень богатый, то есть самый богатый из тех, кого видел кот, ну, по истории, и он должен был таким быть, скажем, это страшным, таким некрасивым. А что вообще самое важное ты посчитал требуется от этого твоего задания, что посчитал ты сам, и как ты понял, что требовалось на самом деле, и были ли какие-то несовпадения, ты можешь как-то предупредить? Я не знаю, понимаешь, я же не знаю, ну, что комиссия думала. А разве на первом курсе не раскрывают уже все эти секреты? Нет, никому ничего не говорят, не говорят ни баллов, не знаю, возможности, если бы я, наверное, хотел, там, кому-то втихаря подошел бы, там, можно узнать мои ошибки на экзамене, но я там этого не делал, то есть поступил, и хватит, то есть хорошо. мне сказали перед экзаменом, что не заморачиваться по поводу сториборда, а просто делать проще, чтобы формы просто соответствовали, перспективу накидал, премьерную, и я как бы тоже изучал сториборд, то есть раскадровку, как это все строится, линии, тоже, не знаю, силы, как это называется, концентрации, то есть сходится в твою точку, где самое интересное, самое важное в кадре, да, то есть персонажи тоже, то есть я как-то изучал, сейчас Надя Мира на курсах, она же преподавала, значит, персонажный дизайн, вообще дизайн в кино, какие-то такие основы заложила, как это все строится, там, негативное, позитивное пространство, да, позы, что было читабельно, допустим, на силуэт выводил всякие вещи, то есть это все применял, что-то такое, что они хотели, я не знаю, то есть я когда, на самом деле, после вот Сориборда, я думал, что я, знаешь, мог бы сделать лучше, то есть не знаю почему, но мне казалось, что я мог, да, что нужно было все посидеть, вот, и уже с ним не было так просто, то есть когда я закончил движение персонажа и перспективу, я уже сидел такой, знаешь, расслабившись, да, уже такой, смотрел по сторонам, улыбался всем, да, все-таки, все-таки, боже, почему улыбиться нам, да, я сидел уже все, я закончил, проверял, вроде бы все хорошо, и, ну, отложил, и ждал, дал выхода, а вот с этим я уже впритык просто, знаешь, заканчивал, уже так нервничал немного, да, ну, вроде бы все хорошо поступил уже, вот. А вот тут в чате спрашивают как раз, а сколько принимают вообще, вот 600 человек сидит, сдает, а принимают, сколько из них счастливчиков? Смотри, допустим, после первого этапа остается только 60, то есть 10%, 10%, да, а потом берут уже 30, ну, то есть нас в группе, в группе, по-моему, 30, ну, то есть это, казалось мне, вообще много, да, но на самом деле как-то, как-то нормально в группе, то есть всем уделять внимание, то есть, ну, нормально, вот. в общем, история. Приходит кот в сапогах к огру и говорит ему, я слышал, что ты можешь превращаться во всех животных, то есть в больших, там, в слона, во льва. Я где-то слышал уже эту историю. Да, ну, мы же видели, по-моему, все мультики, да, кот в сапогах, такой этот, Гарри Бардина, по-моему, пластилиновый. Вот я им вдохновлялся, ну, то есть как-то, как-то срастался, помнить о нем, как-то, так уж какие-то элементы применить. Ну, и он такой, типа, да, конечно, да, такой взял, превратился во льва, испугал кота, и, может, я покажу, стрибот уже сразу же. А, это был мой фон, то есть нужно было сделать тоже фон, да, к этому заданию, то есть какое-то, какое-то место, где, где будет происходить действие. То есть я сделал большой стол, где много еды, там вот трон этого огра, такое большое окно, мне захотелось почему-то сделать там такой, ну, просто как бы внимание очень сильно себе притягивает, этот след, то есть к нему все сходится. По бокам картины такие большие, вот именно вот с мультика этого там была такие картины, где были... подожди, Эдвард, ты говоришь, тебе почему-то захотелось сделать, тебе же не почему-то захотелось сделать, ну, поделись секретом, это же все закономерно. Ну, мне нравятся, допустим, окна такие, как бы розетка, этот, как-то роза, да, как это, в Маттердаме, да, то есть это не было в золотом сечении где-то там, ты его сделал контрастнее. Не, ну, просто понимаешь, я хотел сделать вот именно пункт, пункт, где сидит Огород, а самым интересным, то есть к нему там все сходится, да, все вот эти линии, да. Все линии сходятся, и притягиваешь внимание к этому троу. Да, вот именно, вот это, поэтому я захотел сделать таким как-то насыщенным, просто если была бы за ним стена обычная, да, это было бы менее эффектно, мне кажется. Вот, поехали к сториборду, как раз я расскажу историю по нему, да, то есть как я его делал. В общем, вот, кот стоит перед Огром на столе, говорит, я слышал, ты можешь прощаться во всех животных, во львам, слона, он такой сидит, такой, да, это правда, и смотри, да, такой, злобный взгляд, видите, да, переворотил самого льва, прыгает на этого кота, кот тоже не слабак, запрыгивает на кно, вообще по тексту, смотрите, текст был такой, что там кот запрыгнул на крышу, понял, что у него ботинки не подходят к походкам на крыше и слез обратно. Ну, я подумал, ну, зачем это делать, да, то есть, блин, на крышу, там еще крышу рисовать, какую-то новую местность, новый фон, зачем? И я запрыгнул просто на окно. Ну, суть та же, да, испугался, реакция, убежал, да, ну, да, и прошло, да, да, то есть, поэтому нужно думать, адаптировать, и важно не все по истории рассказать, да, а просто передать, как ты работаешь с кадрами, как ты работаешь с композицией, да, то есть, то есть, как-то, вот, какие-то конфликты, да, вот, как это все ты разрешаешь, ну, то есть, делаешь, вот, и вообще нужно было сделать минимум 15, максимум 30 кадров, ну, в общем, вот, смотрите, да, он убежал от этого льва, такой весь, ну, я тоже уже преувеличил, такой весь, ух, запыхался, так, огорода сида ржет, типа, аха-ха, ааа, 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 вот такой, аа, вот, смотри, типа, большие звери, это, это просто, это все могут, да, вот маленьких, мышка, там, крыса, такой, сложно, да, нифига, сейчас я вам покажу, и он такой щелкает пальцами, включается в крысу, такой, ха-ха-ха, смотри, это не сложно, нифига, и кот его съедает, хап, и все, то есть, потом он облизывается, там, хвостик, и вот так вот я закончил, то есть, это был мой последний кадр, и все, то есть, 18 кадров я сделал, примерно, я вот не помню точно, сколько это было, ну, я вот вспоминал, и это было вот так, так же, да, то есть, и композиция, и мой поход, ход мыслей, вот, вот весь экзамен, 7 часов. Скажи, Эдвард, а там же разные есть факультеты, какие? Ну, да. Ты на какой, как называется точно твой факультет? Точно? Ну, давайте покажу вам, что ли. Потом спускаемся ниже, да, и тут все на английском и на французском задания. Персонаж в движении и перспектива. Вот текст, да, то есть, по которому я рисовал сейчас, вот этого огра и кота. А вот на английском. Character study in movement and in perspective. И дальше идет graphic illustration of a script test. Все, вот, пожалуйста. То есть, готовьтесь, поэтому вот. Вот эти даты все. даты экзамена письменного, то есть, когда нужно будет рисовать, потом устного, когда портфолио, а вот результаты. Все есть на сайте, реально люди. То есть, это все можно посмотреть, вся инфа, все это тоже есть в интернете. Если не хватает моей инфы, пишите другим людям, кто там уже учится, там на первом, втором курсе. Спрашивайте у них, они будут вам давать другие советы, с другим подходом. Не стесняйтесь, не бойтесь. Все делятся всем. Смотри, даже вот она, вот этот текст, да, как выглядит вообще лист. Нам вот этот вот листик дают, то есть, буквально. Вот текст, читаешь его, переводишь, там еще тоже на английском есть. То есть, сдается все на английском и французском. А вот то, что нужно сделать. То есть, тут вот, говорится, то есть, все должно быть rough, да, то есть, черновое. не прорисованное. И тоже было понятно, где перспектива. Ну, то есть, чтобы это было на каком-то местности, а не в воздухе летало. Вот, 15-30 картинок, да, то есть, каранашом черным. Ну, в смысле, обычным каранашом простым. потом, что оценивается? Типа, дизайн и рисунок, стиль, конструкция, пропорции, построение кадра, композиция, какие-то пункты, пункты, то есть, кадрирование, то есть, пункты, композиционные, да, сцены, актинги, история, как рассказывается, то есть, понимаете, это storyboard не просто картинку, просто нарисовать, нужно историю рассказать, чтобы восьмерки, восьмерка, это как в диалогах, то есть, их нельзя ломать. Обратите внимание, у меня все кадры, то есть, все персонажи, да, они, допустим, у меня кот, сапога, всегда слева, то есть, я не заморачивался, просто я сделал его всегда слева, а огород, ну, либо центрально, либо справа, всегда. Просто понимаете, если он вдруг меняет свое место, то есть, допустим, тут у меня был, он слева, а потом огород слева, да, а не справа. Кажется, что огород стоит возле кота, то есть, а по сути... Ну, понятно, это уже основы закона монтажа, Паш, это тоже необходимо. но это тоже, понимаешь, присутствие, если ты это ломаешь и не понимаешь, да, тебе могут просто баллы снять, ну, то есть, меньше дать баллов. Это как бы нужно все понимать, поэтому учитесь делать раскадровки, то есть, я вам могу посоветовать книжку, это как, не знаю, для меня это было как Библия, это, сейчас будет Соколов. Вот она. Нет, среди Соколов. Офигенная книжка по storyboard, смотрите, просто, она на английском, можно, конечно, найти, в интернете, я не знаю. так, вот, тут все рассказано, по поводу построения композиции, по поводу теней, по поводу всего, короче, всего, 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 то есть, здесь все есть, поэтому, я по ней учился, еще, тоже на курсах с Надей Мира, она нам тоже рассказывала про построение, про атмосферу, атмосферу, да, где, как размещать персонажей в кадре, вот. Я думаю, нам самое время поблагодарить Эдварда, получилась интересная беседа, нас столько много здесь собралось, все еще. Здесь, ууууу!